и что имели твориться. Если питаться этим, то можно жить в ужасе. И действительно, слава Господу, что Господь нас ввел в свет, чтобы мы не были во тьме, чтобы мы не были невеждами, не знающими ничего, не ведущими ничего. Он еще тогда, когда был на земле, Иисус, ходя с учениками, говорил, я вам заранее говорю все это, что это будет и войны, и лады, и землетрясения. В последнее время вообще мир сойдет с ума, и люди изменятся. В худшую сторону все пойдет. Не ждите, что все изменится к лучшему. Иисус говорит, я вас заранее предупреждаю, чтобы когда все это придет, люди ужасались, как весь этот мир. Люди будут издыхать от ожиданий. Не то, что даже вот уже пришло, а издыхать от ожиданий каких-то грядущих бедствий. Хотя их еще нет, но люди уже в шоке. Ах, там НАТО, там про НАТО, там ракеты, там террористы. Тут руком беда. И люди издыхают в этом томлении, в этом не имея мира. Я, слава Господу, я про себя немножко скажу, что да, вот, действительно, мы во Христе, и Христос у нас, и мы сокрыты в нем. Вот этот мир, по жизни меня врачи там на детей разных диагнозов ставили. Матерям особенно, ну, сложнее, чем отцам верить, доверять Господу. Матери, когда слышат диагнозы, врачи же знают, что говорят, они же исследуют, они же, в них же опыт, практика. Но, слава Господу, что я не имею этого опыта врачевного, и он мне не мешает доверять Господу и верить. Я, может быть, не понимаю там всей серьезности, там этих диагнозов. Но у меня есть уверенность, Господи. Ну, немножко свидетельствует. Последний сын у нас родился. Вот он только родился, первое исследование. Уже врачи там что-то там обнаружили, надо какую-то операцию, язычок подрезать там, чтобы он не картавил. Откуда? Я не знаю, что там он вырастет, картавить будет или не картавить. И мне пришла аж ревность, пришла от Господа. Неужели Бог что-то не доделал? Бог делает все совершенно. Он все делает совершенно, до конца, так, как надо. Я отказался, я не согласился. Жена там поверила врачам. И мне пыталась объяснить, что, ну, они же знают, что вот у многих там, 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 там. Ну, вот, я просто поверил, я отказался доверять врачам, а доверять Богу. Слава Господу, наш сын начинает говорить без всяких картав. Еще исследовали, еще что-то там нашли, там, там надо операцию делать. Опять у меня ревность, опять жена за врачей. И вот у нас такая вот, ну, слава Господу, что в нем мы имеем уверенность. Не просто мы убеждаем себя, как-то, что в нем, от него мы имеем уверенность. Потому что он воздает уповающимся и надеющимся. Не постыдятся на него надеющиеся. Слава Господу, что он открылся нам, что мы знаем, в кого мы уверовали. Что он действительно вот этот мир дает. Потому что много в нем было происшествий в жизни. Даже голова иногда болела от мыслей всяких. Но внутри был мир. Внутри здесь непонятно, но внутри мир. Внутри надежда, что, ну, Господь исправит, Господь не оставит. Хотя не знаю иногда, куда идти, что делать. Люди еще помогают, давление нагнетают. Ну что, ну как ты дальше думаешь? Ну куда ты видишь? Ну что, куда ты будешь двигаться? Ну, бывает вот, ну не знаю. Сейчас нет у меня понимания. И тут вот закипает все. Ну тут мир. Я знаю, я уже не один раз убедился. Бог, вот последний момент, когда уже сомневаться и сам начинаешь. Может быть, действительно, я это что-то, но, убивиться куда-то. И вдруг Господь открывает дверь какую-то. И ты видишь, куда идти. И ты понимаешь, что делать. Бог не оставит. Бог верный. И слава Господу, что вот действительно, среди всего вот этого последнего времени нам очень важно иметь. Потому что все это будет. Иисус предупреждал, чтобы мы с этим миром не ужасались, не пугались. Потому что, что Он сказал? Не бойтесь убивающих плоть. Наша жизнь в Его руках. Даже если война, даже если террористы. Если мы будем ходить путями, Божьим, с нами ничего не случится. Но состоится лишь все, определенное Господом. Если Он допустит, придет сюда террорист и сделает то, что надо. Если Он не допустит, и близко не подойдет. Ангел Он в Своем заповедует охранять нас. Пока мы славим Его тут, как можем, в своем несовершенстве. Несовершенные музыканты, несовершенные певцы. Но наши сердца открыты для Него. Слава Господу за Вас, драгоценные. За Ваши сердца. Пусть Божий мир обильно наполнит Ваши сердца и умы. Вот. И еще. Давайте с Вами произведем еще одно священное действие. Павел много служил, ходил. Открывает церкви. И, естественно, как и у всех людей, у служителей есть нужды. И Господь дал заповедь, что не заботьтесь ни о чем. Те, которые посвятили себя для Него, он говорит, не заботьтесь ни о чем. Не надо вам искать, думать. А что, детство, что вам есть, на что поехать. Главное слушать Его. Что Он хочет. Куда Он хочет идти. Готов ли Ты? Вот я, Господи. Если Ты готов, Господь обо всем позаботится. Обильно и с избытком. Так что еще сможешь и любил, благословлять и помогать. Но, чтобы наши житницы переполнялись, и чтобы мы не оставались, чтобы мы не были в недостатках. И для нас Господь усмотрел, вот участвуя в Его делах, чтобы Его окна были открыты, небесные, чтобы благословения изливались на нас до избытка. Нам всего нужно взять ключ и открыть эту дверь. И слава Господу, что мудрость Божия нас научает, что нам нужно делать, что нам нужно сеять, чтобы пожинать. И Иисус сказал, кто примет пророков, получит награду пророка. Вот если мы верим, что это служители Божии, что им верено Слово от Господа, и мы в них будем сеять, принимать их, и мы будем иметь ту же мудрость, те же откровения, те же благословения, что и они. И если даже мы дадим им хоть стакан холодной воды, Иисус сказал, не останется никто без награды, кто когдаст одному из малых моих стаканов холодной воды. А Иисус верен Слову Своему. Мы бываем неверны. Я однажды могу сказать, я вот сегодня сказал, я не приеду в собрание. Я точно знал, что не могу. Но я приехал, чтобы у Господа свои планы. Мои мысли это, мои мысли. Желание сердца моего Господь видел. И мысли я хотел. И Господь осмотрел, так что я и на ум не прихонял. Что Господь приготовил возлюбленным. Слава Господу. Поэтому, да, Павел, отобращаясь к церквам, он говорит, я все могу укрепляющими Иисусе Христе. Да, поэтому, в принципе, мы не нуждаемся, он говорит. Да, Господь все равно найдет, через кого позаботиться. Но прежде всего, он говорит, да, делайте добро всем, а наибачи своим повели. Если мы не будем делать, Господь найдет неверующих людей, которые помогут, благословят. У меня есть много святительств, когда я сам ожидал от верующих, а приходил совсем от людей безбожников. Поэтому Господь знает пути. Но лучше нам участвовать, чтобы и нам иметь Божие благословения, быть соучастниками в Божьем деле. Поэтому, да, он говорит, Павел одобряет церковь. Впрочем, вы хорошо поступали, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благословения, когда я вышел в Македонию, ни одна церковь не оказала мне участия по даянию и приятиям, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающиеся в пользу вашу. В пользу вашу. Давайте, благословляйте. И Бог благословит. Дайте Ему возможность благословить. Тем самым мы даем Ему возможность благословить. Когда мы благословляем, когда мы прощаем, когда мы, что мы сеем, то мы пожинаем. Господь верен. И эти законы, они есть. И лучше их нам познавать, вкушать, как благ Господь, как верен. Поэтому, да, и Павел вдохновляет. Он говорит, я получил все избыточество, я доволен. Получив от брата посланного вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки Гоу. Аминь. Господь восполнит. Он печется на нас. Написано. Поэтому не заботьтесь ни о чем. Но вот открывайте желания ваши перед Господом. Жертвуйте, сейте, и Господь восполнит и не оставит. Аминь. Давайте благословим брата с сестру, посеем в их служение, чтобы у них не было ни в чем нужды, и чтобы они всегда были свободны и способны послужить Господу, двигаться в любом направлении, куда они призовет Господь. Аминь. Но я хочу сказать, что это не только в нас, но в наше служение сеется. В первую очередь мы сеем в Дом Божий. И это действительно благословение, когда мы имеем возможность сеять. Сеять семь, сеять семь. Семь и вера. Если тирана, вера. Это один из способов, как в нашей жизни увеличивать веру, возрастать в вере. И я хочу сразу сказать, если в вашем сердце не лежит что-то сеять, лучше не сеять. Потому что, знаете, Писание говорит, Бог любит, когда мы это делаем на свой сердце. Не по принуждению, не потому что... И я, в принципе, говорю это всегда. Да, не только здесь, у нас в церкви, у других церквей, где меня просят молиться за финансы. Почему? Потому что, знаете, если в твоем сердце не лежит что-то делать, лучше не делать. Потому что Писание говорит, все, что не поверит, то грех. Если ты не доверяешь Богу, если ты не веришь, что Бог твой обеспечитель, лучше не делай это. Лучше возрастай в вере для того, чтобы, когда придет в твое сердце уверенность и вера, тогда ты можешь это делать. Потому что тогда для тебя не будет проблемы, как та вдова. Все, что в ней было, она взяла и отдала. Почему? Потому что она знала, что Господь мой обеспечитель. Он тот, который печет с вами. У меня две всего лишь лепты, но в его кошельке гораздо больше. Поэтому возлюбленные, и еще раз говорю, это не только в нас, я благодарен Саше за такие слова, но это не только в нас, в то служение, которое действительно, я молю, мы молимся, и о том, чтобы действительно здесь это служение, оно поднималось и развивалось. И это зависит не только от нас. Это, ну, с Наташи, да? Или от пасторов, которые приезжают. Мы разговаривали с Игорем Михайловичем, с нашим старшим пастором, я ему говорю, он позвонил в пятницу. А, сейчас помню. В пятницу он говорит, ну, поедете, Игорь Михайлович? Он говорит, не могу, но очень хочу тоже поехать. Уже, говорит, соскучился. То есть у него тоже желание быть здесь, видеть вас, послужить, потрудиться. Но задача также зависит от каждого из нас. Насколько мы тоже так же вкладываемся в это служение. Насколько мы готовы нести свидетельство другим людям о том, что жив Господь. И мы напечатали, еще раз напечатали пригласительные. Я рад видеть, что там не осталось никаких пригласительных. Но это на май, 14 мая, конечно, уже прошло, но 28 мая, следующий наше служение будет 28 мая. Мы напечатали им в этот раз не так много. Вы можете точно так же взять. Знаете, почему мы это делаем? Вот сегодня мы не в... пару месяцев мы... Буквально приседем. Все буквально. И мы пару месяцев, вот несколько раз мы приезжали, мы перестали раздавать вот здесь, раздавать пригласительные здесь перестали. Но сегодня Наташа с мной разговаривает. Я говорю, ну и Наташа говорит, надо продолжать. И мы так разговариваем, надо продолжать все равно приходить раньше. И те люди, которые проходят... Мы уже некоторых многих людей знаем в лицо. Они уже знают нас в лицо, которые приходят получать продукты. Они уже некоторые знают нас в лицо. Но я говорю, знаешь, вода камень точит. Может быть, ты сегодня уже давал этому человеку пригласительное. Ты уже с ним беседовал. Сегодня он сказал нет. Завтра он тоже может сказать нет. Но ты не знаешь. Может быть, в следующий раз он скажет да. Поэтому, знаете, это у нас в Новгородской области проходила конференция, как раз миссионерская конференция. И ребята, которые были на этой конференции, они рассказывали про одних миссионеров. Говорят, они были в одной церкви. И вот там, в этой церкви настолько служителей, что там очередь для того, чтобы выйти и проповедовать. И они сказали в своем сердце, а что мы будем здесь? Пойдем туда, куда Господь направляет. И они поехали в те места, где нет церквей. И за год, за два года, или я не знаю, за какой период, но небольшой период, они приблизительно открыли около ста церквей. И вот они свидетельствовали таким образом. Говорят, знаете, говорят, многие у нас, особенно в городах, говорят, люди уже устали от пригласительных. Я знаю, сам, живя в Санкт-Петербурге, мы знаем, что люди, которые уже устали, действительно, вот многие стоят там, раздают, и они уже устали от этого. Но они говорят, знаете, если мы сегодня стоим, раздаем, завтра стоим, раздаем, неделю будем стоять, раздаем, знаете, это срабатывает. Сегодня они не принимают. Но, знаете, с таким уборством и с такой вот верностью, то Бог, видя верность, нашу верность, Бог, видя нашу верность, в малом, может затронуть сердце человека, может быть, в котором мы сказали, да этот человек никогда не придет к Богу. Но Бог может изменить это сердце человека. И когда ты ему дашь в сотый раз пригласительное, он может посмотреть и через это его сердце затронуться. Поэтому, возлюбленные, не ослабевайте. Я знаю, что в городах достаточно на дону тяжело по-человечески. Но, знаете, когда мы с Богом и с уверенностью, с твердостью будем продолжать это делать, шаг за шагом, то Бог может растопить всякие льды. Потому что кто-то однажды подошел к нам и сказал о Боге. И наше сердце, оно растопилось. Кому-то подходили несколько раз. Кому-то говорили, допустим, с Николаем беседовали и разговаривали. И ему говорят, тебе нужно прийти к Богу. Некоторые говорят, когда я буду готов, тогда приду. Некоторые говорят, у меня свой Бог. И я думаю, что к каждому из нас не один раз подходили и говорили, что Бог любит тебя. Приди к Богу. Поэтому, возлюбленные, будьте верны, будьте послушны Богу. Хотя бы в этом маленьком. И я верю, что Бог будет по нашим молитвам, по нашим стараниям, по нашему доверию к Богу. На самом деле, я знаю, что для Бога нет проблемы наполнить это место людьми. Но иногда у Бога проблемы со своими детьми. Со своими детьми. Но мы послушные дети Божьи. Аминь? Аминь. Аминь. Надеюсь, вы еще не устали. Слава Богу, то, что Бог дает. Поэтому, возлюбленные, пусть Бог благословит, Саша. Слава Господу. Господь не перестает стучать в сердца полностью. Поэтому, одна трактата, две трактаты, сто трактата. Каждый стук, каждый стук в сердце. Господь стучит. Господь стучит. Стык стук. Стук разными способами. Дорогой Небесный Отец, я благодарен Тебе за то, что во Христе Иисусе мы все имеем и ни в чем не нуждаемся, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за каждое семя, Господь. Благослови, восполни, всякую нужду, Господь сеющих, по богатству славу Твоей Христом Иисусом, Боже, Господь. В 30-60-е вас сто крат, Господь, Боже. Пусть, Господи, народ Твой, Господи, вкушает верность Твою, благость Твою, Господь. Боже, познают Тебя, Господь, Боже, чтобы мы были тверды и непоколебимы, Господь, в надежде упования, Господь, потому что Ты верен, Боже. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, что Ты благословляя, благословляешь, Господь, даешь Теме Сеющему Боже. Спасибо Тебе, Господь, encourage нас, Иисуса, Господь, любить, как любишь Ты, Боже, друг друга во-первых, Боже, потому что из того узнают все, что мы Твои ученики, если пребудет среди нас Твоя любовь, Господь, Твоя любовь, Боже, авиас, Твой мир, Твоя любовь. Спасибо Тебе за Твою полноту, Господь, Боже, дай нам принять, Господь, дай не жесточаться сердца наши, когда Ты обращаешься к нам, Боже, Господь, дай нам всегда слышать Тебя, принимать, Боже, благодарю Тебя, что Ты делаешь несравненно больше всего, чем мы просим или помышляем, потому что Ты так велик, и Твое желание больше, Господь, слава Тебе, Твои мысли и высшие пути, Твои прекрасны, спасибо Тебе, что Ты будешь нам, злачными пажетелями, на которых Ты питаешь нас, утешаешь нас, исцеляешь нас, Боже, спасибо Тебе, спасибо, Отец, спасибо, благословен будь и прославлен, Отец, Сын Дух Святой, Аминь. Если есть у кого нужды, мы можем сейчас вместе помолиться, как церковь, которая Бог слышит, знаете, и отвечает на молитвы на Раду Божьем. Если есть, вы хотели бы за что нам, чтобы мы все вместе помолились. Если нету... Если нету...